Жителям Иволгина построят новую дорогу до детского сада. Дошкольное учреждение заработало в этом году. Все это время взрослым с детьми приходится преодолевать множество препятствий, чтобы добраться до пчелки. А именно такое название носит новый садик. На сегодняшний день реализации проекта мешает забор. Речь идет об ограждении элитного коттеджного поселка «Зеленая долина». В городе он также известен как прокурорская рублевка. В одной из наших программ мы уже рассказывали о «Зеленой долине». Именно там проживает высокопоставленный сотрудник областной прокуратуры Олег Петров. За особняк и землю под ним начальник управления по контролю за исполнением федерального законодательства в свое время заплатил всего одну тысячу рублей. В надзорном ведомстве подобное назвали маркетинговым ходом. Вот так в обход через поле каждый день работники детского сада, родители и малыши вынуждены ежедневно добираться до пчелки. Негодование людей понятно. Вот почему в круговую люди два километра с такими маленькими детьми будут идти? Да потом зимой здесь не пройдешь по дороге. Здесь снега полно, никогда не чистят эту дорогу. Никогда. Вот я пешком все время хожу. И тротуар, и дорогу эту не чистят. Один раз в зиму, если почистят дорогу, то это для нас праздник. Мы сотрудники детского сада. Например, у нас тоже дети. Мы переходим дорогу. Как нам переходить дорогу? Светофор. Нам же делают тропинку. Тропинка, конечно. Я иду пол седьмого с ребенком. Ужаснейшая. Там вот тропинка, ребенка за руку держишь, не кажется. Сход жителей Ивугина прошел во вторник. Сейчас принято решение организовать временный подход к детскому саду. Тропинку из плит кладут вдоль улицы Усть-Курдюмская. Не самая лучшая альтернатива, но какая уж есть. Как и обещали чиновники, за дорожкой будут следить. Вот и после первого обильного снегопада плитку чистят рабочие. А это та самая зеленая долина и тот самый забор. Улицы Нижняя Сорговая и Михайловская. Именно здесь произошел самозахват городской земли. Занимаясь темой, подняли все документы землеотведения под дорогу, которая там была в проекте планировок. И мы видим, что земельный участок находится в других размерах. И по сути, по факту, это произошло захват земельного участка муниципального с установкой забора. И наша позиция одна. Не вопрос к тому, кто живет, а вопрос к тому, кто строил, кто сдал. Мы эту позицию будем отстаивать. У нас там были встречи. Моя тоже позиция была. Вы послушайте людей, которые говорят, что им необходимо пройти в любое время года до детского садика с ребятишками. Позиция тех, кто живет в коттеджном поселке. Они не собираются ничего делать. Даже не обеспечить подходные пути до детского садика. Поэтому у нас один путь – это идти в суд и отставить свой интерес. Убирать этот забор, потом заниматься проектированием дороги, когда у нас земельный участок высвободится с последующим строительством. Для жителей Зеленой долины история с забором, похоже, стала неприятным сюрпризом. Более того, сейчас владельцев особняков пытаются втянуть в искусственно спровоцированный конфликт с жителями бюджетного Иволгина. К такому выводу пришли наши коллеги из «Взгляда.Инфо». В роли манипуляторов выступает медиа лояльной главе областной прокуратуры Сергея Филипенко. О бытовом споре из-за забора писало издание «Четвертая власть». В субботу, 30 ноября, ресурс возвестил. Жители Зеленой долины возмущены превращением их поселка в промзону. История появления коттеджей на бывших землях ОПХ «Волга» сама по себе любопытна, и взглядовцы подробно описывают ее в своем расследовании, отмечая при этом особую роль, которую мог сыграть высокопоставленный сотрудник облпрокуратуры Олег Петров, также житель Зеленой долины. Издание предполагает, что именно наличие в числе собственников представителя надзорного ведомства помогало и до сих пор помогает прокурорскому ОКу не видеть очевидные нарушения и странности при строительстве поселка. Отсюда и медийная атака на инициативу мэра построить на месте забора дорогу до детского сада. Сейчас это разбитая грунтовка, выпавший снег немного заровнял кочки, и нам удалось по ней проехать. Когда ограда вернется в установленные границы поселка, появится возможность не только уложить здесь асфальт, но и обустроить полноценный тротуар. Нам плиты, или нам физически этот забор не нужен. Мы это все уберем, если они сами не будут делать какое решение сюда будет. Они это будут делать, обяжут их, или это мы будем сделать, потом выставим им еще. Нам вот сам забор не нужен. Мы его отдадим пользователям коттеджного поселка. Пусть они его восстанавливают на границе своего земельного участка, который выделен под этот поселок. Новый делают, как угодно. Но нам нужно расстояние нашей муниципальной земли, которая в проекте планировки под дорогу. Таким образом, мэр Михаил Исаев публично подтвердил, что никто не собирается делать проходной двор из зеленой долины. Тогда зачем все эти манипуляции и попытки спровоцировать владельцев коттеджей на протест? Такой симбиоз, по меньшей мере, странен. Союз Государева Ока и бывшего участника протестных акций. Каких-то семь лет назад именно Вадим Рогожин на митингах оппозиции громил власть, с трибуны обвинял в незаконности избранных составов Госдумы, призвал к недопущению Владимира Путина до президентских выборов и проведению массовых акций гражданского неповиновения. Так ради чего провоцируют жители Зеленой долины? Или ради кого?